здравствуйте приветствовать вас на четвертой выставке бонсай проводимой в рамках большой ярмарки орхидеи и других экзотических растений орхидеум сегодня 19 мая 2024 года мы радостно собрались всем бонсайным сообществом и устроили эту выставку здесь представлены деревья бонсай травы косомано и новинка этой выставки которая сам не ожидал целых три ниши токанома по образцам которых можно создавать свои удивительные пространства для любителей бонсай для демонстрации бонсай и разнообразных красивых предметов искусства японских в этом году у нас участвует более 12 участников на выставке причем достаточно широко по регионам разошлись и москва и московской области нижний новгород наш большой друг и главный судья выставки павла претероси представил очень интересные деревья там у нее есть береза стиле бунжин и еще множество всего интересного растения достаточно разнообразные есть растения нашей местной флоры есть японские есть множество тропических растений вот пример у цикламен такой он обитает на кавказе и очень вкусно пахнет его тут все ходят нюхают хорошо что не трогают за этим следят наши волонтеры которым очень благодарны большое всем спасибо волонтер бонсай это отдельное очень интересное звание должность не знаю как это правильно назвать это классная деятельность которая помогает нам всем нашему сообществу развиваться и двигаться вперед а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Сегодня на нашей выставке Бонсай Ирина представила малую часть своей очень интересной коллекции. У нее есть тропические растения, субтропические, даже есть японская белая сосна и крутая коллекция авторской керамики, которой я восхищаюсь. Павла Конюшкина. Действительно отличный акцент для красивых деревьев. Ира, что тебя вдохновило на занятия искусством Бонсай? Когда ты впервые узнала о Бонсай? Бонсай я узнала очень давно. И, наверное, я бы сказала не то, что вдохновило, а то, что меня останавливало. Я понимала, что это очень большая ответственность. Что это нужно действительно создавать хорошие условия для всех растений. Ну и, конечно, это... Ну, я бы сказала так, просто Бонсай заниматься нельзя. Надо заниматься композицией. Надо делать деревья красивые. Надо ставить их на отличные столики. Надо создавать ниши деканома. Надо создавать какие-то соответствующие времени, году композиции или соответствующие какой-то теме. Вот, например... Ну, тот пример. Здесь у нас... Очень интересное вот сочетание. Да, нежная. Нежная девушка и вторая девушка Бугенвилле. Бугенвилле. Застенчиво прячет цветы зелени листьев. Так же, как эта девушка прячет застенчивое лицо в полах кимоно. Да. И вот это все, мне кажется, дает, во-первых, правильное настроение и тоже продвигает эту культуру Бонсай. Как не просто цветоводство. Какие растения тебя больше всего увлекают в Бонсай? Ну, я же все-таки женского повода, девочка. Девочка. Конечно, мне нравятся, когда они цветут. Поэтому цикламин, который ты так нежно обнимал, это тоже часть моего увлечения. Плюс у меня еще орхидеи, которые тоже хорошо цветут в зимнем саду. Я надеюсь, вы до меня доедете. Вот как раз хотел сказать, что Ира пригласила нас к себе в гости то ли два, то ли три года назад. Наверное, два года назад. И нам все-таки не надо обещанного ждать три года, надо все-таки добраться и снять ее в классный зимний сад. Потому что коллекция действительно очень интересная и разнообразная. Еще Ирина придумала новшество, которого не делал никто. Она использует чабани для китайской чайной церемонии как подставку для Бонсай, столик. В чем плюс? Ты поливаешь Бонсай, вода стекает в поддончик под чабанью. Да. Повышается влажность и при этом выглядит очень аккуратно и стильно. Да, выглядит стильно, аккуратно, чисто. Ты новатор, ты это придумала. Да, я еще только несколько лайфхаков придумала. Уже Кириллу все рассказала. Я надеюсь, под запись. Под запись? Да. Но Кирилл у нас все записывает. Да. Он все фиксирует. А что ты хочешь пожелать нашему растущему Бонсай-сообществу? Слушай, ну на самом деле, чтобы нас не становилось меньше, чтобы мы не теряли, как бы, вот этот задор выставочный. И чтобы у нас каждый год выставка все улучшалась и улучшалась. И по качеству деревьев, по объемам, по каким-то вот этим художественным историям. Ну и, видимо, нам нужно добавлять лайфхаков для зрителей и расширяться. Расширяться. Ну, чтобы как раз, поскольку большое восхищение у людей, надо вот эту вот всю историю расширять. Ну, как я всегда надеюсь, что когда-нибудь по просьбам наших друзей-бонсаистов мы дорастем до отдельной огромной бонсайной выставки. Да. Ну что, большое спасибо. Спасибо. За твое искусство, за такую красоту. Спасибо. Ярослав, привет. Привет. Хотел узнать, что ты привез на эту выставку Архидеум, на эту выставку бонсай в этом году. Ну, свой старый кипарисовик, Лапсона. Кипарисовик. И я там еще видел, у тебя клен есть, да? Мы его отдельно подснимем. Скажи, мне вот очень интересно, я все время спрашиваю людей, которые здесь выставляют деревья, почему ты увлекся бонсай? Что тебя в этом привлекает? Ну, это, наверное, достаточно сложный вопрос. Я уже не помню, это было где-то начало 2000 на году. Ну, что-то там нет. Ну, ты задумывался как бы, почему бонсай? Ну, может быть, Восток, может быть, Восточное единоборство популярным будет. Мы занимались там карате, ушу и так далее. Ну, наверное, это, да. Увлечение Востоком. Скажи, а вот прошло сколько лет, ты сейчас какими бонсай занимаешься? Комнатными или ямадори, или садовыми какими? Ну, ямадори и садовые, да. То есть ты где-то в частном церкви все это выращиваешь? Хорошо. А какая это твоя выставка? Это первая моя выставка. То есть это первая участие твоей выставки. Ну, я надеюсь, что в будущем мы еще увидим твои другие деревья. Да, у меня я готовлю сосну. Я надеюсь. Сосну у Сильвестри сношу? Да, да, да. Достаточно тоже она взрослая, да. Интересно. Постараюсь в осень ее приготовить. Хорошо, будем ждать твоих новых работ. Спасибо. Спасибо. Ниша токонома Ксении Зубаревой, или как японцы говорят, токонума, получилась в светлых тонах. Она сделала ее из фанеры. Это был длительный процесс проектирования. Кстати, сегодня она сделает доклад про эту нишу, расскажет, как она ее делала. Классические японские окна полной луны, для любования луной. Ель. Это не можжевельник, это ель. Ель голубая. Да, 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 голубая. Является главным деревом этой ниши. Небольшой акцентик с какой-то травкой и мхун. Похоже, что это барбарисик валит. Может быть, да, в авторской площадке. И свиток с птичкой. Посмотрите, как гармонично смотрится с верхней подсветкой. Небольшая циновочка. Такую нишу запросто можно сделать самому и установить себе на столе. И любоваться своими растениями бонсай. Бонсай – это эстетика, в первую очередь, а не просто агрономия и какое-то дерево в горшке. Привет, Никит. Привет. Расскажи, пожалуйста, какие ты сегодня деревья привез и какой раз участвуешь в выставке? Это мой первый раз участие в выставке. Привез премную мелколистную, афеопогон японский. И еще вот у меня тут небольшая композиция на подставке к пиле и еще на пиле. Расскажи, почему именно бонсай? Как давно начал заниматься? Ну, занимаюсь относительно недавно, около четырех лет. Ну, не знаю, просто понравилось, захотелось, как-то втянулся, пошло-поехало. Вот так и здесь я оказался. Давно пришли к нашему сообществу? Почему раньше не участвовал? Да, я жил в другом городе, в Екатеринбурге, приезжал только на выставки посмотреть. Сейчас я переехал в Москву и вот решил принять участие. Брус, а мы будем ждать или на следующих выставках? Да, спасибо. Горит, горит. Продолжаем вас знакомить с участниками нашей выставки. Хочу представить вам Пауло Притароси, нашего главного мастера бонсай, нашего маленького сообщества, главного судьи нашей выставки. Пауло определяет, какое дерево победит во множестве номинаций, плюс еще есть голосование зрительское. Как тебе эта выставка? Ну, выставка будет супер, было супер, много-много человек в этот год. А если сравнить с предыдущими годами? Она стала лучше? Лучше, конечно. Растение, я вижу, что лучше, что лучше. То есть мы растем? Да. А вот что ты скажешь про свою работу и про ее интересное оформление? Вот это маленькая елка, это голубая елка, елка пунженс, голубой. Я формировал три года назад. Вот. И очень интересно растет вот этот маленький горшочек хижин. Вот. Исинский горшочек, да, маленький. Да, маленький, вот такой. Ну, и токунома супер. Токунома это как настоящий японский токуном. Да, мне очень понравилось место, и построили как правильное. То есть вот пропорции, цветы, размеры, все соблюдено очень правильно. Да, и окошки, и цвет мягкий, теплый, да? Да, да. И даже он, барбарис, растет. Да, и семечки. Маленькая космоношечка барбарисовая. Да. Пауло, про дерево ты рассказал, а что ты хотел бы пожелать участникам будущих выставок и вообще всему нашему бонзайному миру и сообществу? Ну, как наш Кирилл скажет, любите бонзай. Бонзай это искусство очень важное для, как называется, своей души растет. А, для роста своей души. Да, да, да. Вот, и все. Я согласен. Искусство бонзай для твоей души. Спасибо. Да, я очень рад, что Пауло несколько лет назад влился в наше дружное российское сообщество Бонзай, помогает нам развиваться, периодически направляет, нас обучает. И мы учимся у него, и он в чем-то учится у нас. Ну что, Пауло, большое спасибо за то, что ты столько лет приезжаешь на нашу выставку, это уже четвертая выставка. Спасибо вам, гостеприимство. За гостеприимство. За гостеприимство. Он выговорил это слово. Очень тяжелый русский язык. Добрый день, дорогие друзья. На этой выставке у нас наконец-то появились ниши токанома. Традиционная ниша, в которой демонстрируется наше любимое искусство бонзай. Автор конкретно этой ниши, Слава Вельт, он полностью повторил классическую японскую нишу со шкафчиками, столиками и небольшим свитком. Растение, которое мы видим в этой нише, это спире японской Little Princess. А акцентом к ней на красивом столике скапа служит небольшое растение, называемое мшанкой. Именно вот так в классическом варианте бонзай предоставляется в помещении. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. На прошлом архидеуме Паша попросил меня выставить одну из своих спирей. Но дерево достаточно молодое, и оно потерялось бы в связи, среди вот этих больших конкурентов. Поэтому я решил создать некую такую маленькую, уютную атмосферу, которая бы абстрагировала зрителя от других деревьев. Смотрите, можете прийти и пощупать все это. Наконец-то до нас выбрался наш большой друг, во всех смыслах, Сан Саныч Крайник. Вот его фикус, телезвезда. Он снимался на втором канале в передаче «Утро России». То есть не всякий человек удостоился такой чести, а тут целое дерево. Вот. А, Сан Саныч, как тебе эта выставка? Ну как, шикарная выставка. Что может? Я могу, что-то сказать, что-нибудь плохое? Не знаю. Нет, нет. Замечательные деревья. Сегодня я смотрю выставка, она уже деревья такого класса повыше. То есть мы растем. Растем, да. Те выставки, которые были в те годы, сейчас я смотрю, появилось много деревьев, которые уже, как вам сказать, классные. Классные. Вот эта елочка стоит здесь. Вообще. Ну есть. Раньше как-то, видать, не столько было хороших, ну как, они все хорошие деревья, а именно классические такого бонсая, да? А сейчас вот такие образцы. Как давно ты занимаешься бонсай? Ой. Насколько я знаю, этот фикус один из первых твоих, как говорится, настоящих бонсай. Нет, это я уже прошел где-то год. Уже прошел путь Емадори. Да, да. Копал. Вот я вас, кстати, роликами смотрелся, потом после кого-то ходил линиям и выкапывал. А вы это дерево теперь природу отпустили. Ну такие мы суровые российские бонсаисты. Я проэкспериментировал с лопатой там под Москвой, бродил-бродил, что-то накопал. Кстати, у меня откопанная береза, сам ствол уже умер, а сейчас вот такая здоровая береза уже выросла. Это уже, наверное, лет семь. А что ты пожелаешь нашему большому бонсайному сообществу в этот выставочный день? В этот выставочный день, кстати, день-то всемирного бонсая. Да, мы отмечаем уже вторую неделю. Вот. Всемирный день бонсай. Там 9-8 мая, да? Вторая суббота мая. А, это было 11-го в этом году. То есть он не привязан. Не привязан, но он привязан к выходным. Поэтому хотелось бы всех поздравить с этим праздником, чтобы бонсай в России развивался, наложился. То, что вы делаете уже больше пяти лет, да? Да. Существует. Студия, да? Студия, я думаю. Студия, бонсай. Поэтому хотелось бы пожелать развития больше, больше хороших, красивых деревьев. И нести знания в обществе, людям. Вот я смотрю, лекторий вырос. Уже в этом году лекции такие обширные проходят. Я так опознал, конечно. Я понял, что это связано было сначала с освещением, а потом с грунтами. А потом понесло, 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 понесло. Ну, что хотелось бы сказать всем бонсайстам, которые уже тянуты в это дело, больные люди, как мы с вами. В хорошем смысле этого слова. От этого уже вылечить, по-моему, невозможно. Иногда задумываешься, а зачем тебе это надо? А потом раз, посмотришь, польешь, пострижешь, кайф, релакс. Надо. То есть это уже образ жизни, образ мысли. То есть если ты раньше просто смотрел на дерево, даже ездишь по дороге или еще, оп, дерево, такой стоит, бонсай. Раз, в лесу идешь, смотришь, можно было бы выкопать что-нибудь из него сделать, понимаешь? То есть сама структура мышления у человека меняется от этого хобби, либо это искусство, которым ты занимаешься. То есть многоступенчатого мыслительного процесса, посмотришь на какое-то дерево, которое, ну, вроде как дерево, а станешь, подумаешь, а вот если эту ветку сюда, если здесь отстричь, здесь нет. И то есть вот этот многоступенчатый анализ, да, он происходит в голове, а значит мозг развивается. Ну, это хорошо. Поэтому я считаю, что бонсайсты это вообще все люди. Люди с высокоразвитым мозгом. Интеллект, айки. Да, и желаем бонсайстам максимально развитого мозга, фантазии, жизнелюбия и многолетия. И радости. Да. От этого увлечения. Ура. Дорогие друзья, привет, привет еще раз. Посмотрите, теперь у нас для выставки деревьев, для экспозиции есть вот такие замечательные подставочки. Вот такие всякие, посмотрите, какие интересные штучки, вот, куда можно поставить кусы мано, бонсай. И кто же это сделал? Наш друг Слава. Здравствуйте. Сначала у нас появились деревья, потом появились горшки, потом подставочки, скоро столики появятся. Смотрите, сколько много всего интересного в этом году. Скажи мне, Слава, из чего ты это сделал? Это кап дерева. И здесь самый интересный момент, что это все сделано по мотивам с подставок из японских. С японских выставок. Да, все верно. Здесь, если посмотреть, очень интересный момент, что сделано природой, а что руками человека. Да, прям дублируют. Вот как вот эти вот... Да, вот эти края вырезаны вручной и бурами. Да, рисунок подбирался под... Ну, рисунок дерева, спила. Да, традиционно это называется жито, по-моему, если Павел правильно перевел. Да, в общем, есть прям совсем маленькие вещи, например, для самоно. Самоно, да. Смотрите, какие красивые, красивые, интересные штучки. Слушай, а вот помимо, помимо вот этих подставок... А сейчас, подожди секунду, тут же еще момент. Просто у нас люди не умеют правильно хранить дерево, чтобы вот это вот сохраняло у нас идеальную плоскость. Мы сначала выставляем, экспонируем бонсай, самоно, как только мы закончили, мы берем вот такую вот фанерную штучку, ложим ее, накрываем второй. И здесь четыре болтика мы ее закручиваем и ложим в шкаф. В шкаф. Таким образом она не изполняет идеальную просто геометрию. И если вы будете, не будете это все игнорировать, вы, скорее всего, сможете передать это своим внукам. Внукам? Ну, это кап. Друзья, искусство бонса, искусство вечное. Не пять лет, не десять, столетия. Столетия, друзья. Слушай, но помимо вот этих интересных подставок из капа, дерева, ты стал делать очень интересные из артбетона горшки. Как это назвать? Каменные скульптуры? Скульптуры, не знаю. Кому как нравится, так и называйте. Но суть в том, что в этом году появились совершенно новые формы, благодаря тому, что я посмотрел одного китайца. Чина Бонсай. Он делает это все из очень-очень тонкой сетки. И благодаря этому получаются они вообще просто вот фантастической толщины. Здесь, наверное, миллиметра 4-5, наверное, толщина в самом тонком месте. Сам он толстый, ну, миллиметров 7 максимум. Причем, я так понимаю, размеры тоже очень разные. Вот от такого маленького, да, до вот такого полноценного корыца, куда можно посадить спокойно хвойное дерево. Это с прошлого года, другая немножко технология. Здесь именно вот эти вот тончайшие детальки можно прорабатывать при очень тонкой толщине. Здорово, здорово. Но здесь тоже не толстый, не толстый, не толстый размер. Согласен. В общем, можно спокойно полноценную сосну сюда посадить. В общем-то, будет очень интересно. Слушай, это арт-бетон. Слушай, ну вот еще вот интересная вещь. Скала, скала, которую можно спокойно посадить, можжевельник, сползающий. Не совсем, не совсем все так, да. В традиционной культуре бонсай деревья сажают во всякие расщелины. Так. Ну, ты же смотришь за чатами всеми. Конечно. Там появляются новички, которые постоянно хотят дома иметь бонсай на подоконнике. Так. И вот в традиционной культуре, если это использовать, дома это не получится. Нужно просто жить вот так вот с лечкой и периодически поливать. А я, как человек, который не оставил эту идею и хочу ее воплотить, чтобы дома у меня была скала на подоконнике, я решил пойти совершенно новым путем. То есть, это фактически скала, но при этом это не совсем скала, это горшок, потому что внутри она полая. То есть, ее можно забить грунтом и посадить туда полноценные деревья. Например, газ китайский. Будет сохранять влажность, как и в обычных больших горшках, там на литр, на два. Друзья, лайфхак от Вячеслава. Очень всем рекомендуем. Скала, которая может жить и ухаживаться, в общем-то, очень малыми усилиями. Потому что здесь очень много земли поместится. И вашим деревьям будет простор, влага и прекрасные условия. Любите вансай. Архидиум у нас забрал очень много сил, но я думаю, через недельку-две мы выдохнем и приступим к реализации вот подобных проектов и покажем, что из этого вообще в принципе может получиться. Любите вансай. Мхи. Ребята, посмотрите, пожалуйста, какая тропическая красота. Чего здесь только нету. И эксоры, посмотрите, какие. Просто в цвете все, в цвете. А посмотрите, какие мальпигии. Посмотрите, какой листик, как у поддуба. А вот смотрите, что мне тут прям приглянулось. Смотрите, какой миленький лист. Юр, как это называется? Мурая. Мурая. Посмотрите, какая мурая. Просто вообще сказка. Слушайте, все на Архидиум, быстрее. Тут есть что купить. И это еще Юра не все достал. Тут у него залежи, залежи тропических красивых растений. То, что нужно для квартиры, друзья. Все, кто любит бонсай и живут в квартирах, это просто ваше золотое дно. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на нашей выставке я хочу познакомить вас с одним из активнейших участников нашего сообщества и выставок. Еленой Бельской. Посмотрите, какую прелесть она начала делать. Лена, расскажи, что из деревьев, трав, кусумано и что еще интересного ты представила на этой выставке? На этой выставке я представила токаному фантазийным стилем. Это одна из трех токаном, причем она сделана в очень интересном, авангардном стиле. Верну литочку назад. Она же должна ползти на гору Фудзи. Фудзи у нас вот здесь символизирует. А что за растение у тебя? Растение – это плющ обычный, хидера хеликс. Растет она в этом горшке уже три года. Это плюс-минус несколько месяцев. Она из небольшого череночка. А что вот это за... Это прекрасное растение. Я не знаю, как это брать в руки. Это стриптокарпус горный. Прекрасный вид ползучего стриптокарпуса. Достаточно неприхотливое растение. И он тут растет? Это шок. Да, это самолепный собственного производства. Один из первых. То есть это твои? Это мой, да. Сейчас я покажу еще меньше. Это тоже стриптокарпус. Это горшок Нади Беловой Урси. Это один из ее небольших. Самых маленьких горшков. Один из самых маленьких. Самый маленький представлен в другой композиции. И заметьте, каждое растение посажено в акадаму. В акадаму. Это самое удобное для вот этих вот мелких растений. Что тебя вдохновило на такие интересные работы? На такие маленькие работы? Ну, в принципе, нет, как сменять. Плюс, с учетом отсутствия больших площадей дома, я не могу держать большие растения. В том числе и Кусумано. Поэтому выбор пал на мелкие размеры. Ну, а Кусумано чем тебя так вдохновляет вообще? Откуда ты узнала об искусстве бонсая, Кусумано? Об искусстве бонсая случайно наткнулась на чат в Телеграме, когда приобрела свой несчастный фикус, который, к сожалению, умер. Ну, соответственно, после этого пошло уже... И погрузилось? И погрузилось в это все другие деревья. Пришло понимание, как чего делать. Пришла любовь к травам от Кирилла нашего Соколова. К травам он там. Как давно тебя увлекли травки? Наверное, полтора года. То есть всего полтора года? И у Лены уже есть коллекция разнообразных травок, которые расставлены по всей территории. В нашей выставке есть вот такие вот миниатюрки. У меня, кстати, есть одна ее миниатюрка, она мне подарила. Да. У меня растет. Там дерево целое растет. Дерево растет. В маленькой мокке. Правда, растет по флорариуме, потому что очень маленькая. Важно. Я не могу каждый день поливать. Что ты хочешь пожелать участникам нашей выставки? Занимайтесь растениями и любите бонсай, выращивайте бонсай. Всем привет. Это магазин под зеленого цветка. У нас своя группа. И в этом году у нас появился большой ассортимент бонсай, как тропических, так и... Так и что? Так, и хвойных. А, хвойных, посмотрите-ка, опа, сосны. Можжевельники. Можжевельники. Все из нашей лесополосы. Смотрите, какая сосна, какие свечки. Так что все, кто мечтал о хвойном бонсай и не хочет ходить и мадорить, пожалуйста, все для вас. Даже что-то уже подкрученное, сделанное, заготовочки начались. И много тропиков у вас, да, я вижу, это приемные. И тропиков для тех, кто не может устроить холодную зимовку для хвойных растений. А им, как вы помните, нужна зимовка 0 плюс 5. Есть прям череночки, которые не очень, наверное, дорого стоят. Да, всего полторы тысячи двухлетние череночки. Череночки прям. Череночки фикусов. Еще дешевле. Все для вас, друзья, все для вас. Все для вас. Протолокария афро, посмотрите. Тут даже есть протолокария афро на камне. Череночки уже подкрученные. Бересклеты. В красивых уже горшочках. Можно даже долго не пересаживать. Да, да, да. Просто снять. А вот керамика там у вас какая-то. Ну-ка, 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 дайте посмотрю. Вот она какая, керамика. Посмотрите-ка. Все, что нужно для ваших бонцей. С дырочками, с пролоночкой. Ой. Я стеллю камни. Очень красиво. Вот здесь тоже, посмотрите, друзья. Какая фактура, какой цвет, какие разводы, какая глазурь. Боже мой, боже мой. С лапками. Хотите с лапками? Хотите без лапок? Хотите, пожалуйста, этот. Делосперма. Делосперма, да, цветущие, очень красивые растения. Маленькими рубашечками цветет. А что, а вот это тоже делосперма? И вот это большое. А вот это? Да. И вот это большое. Цена вопроса? Цена вопроса всего 200 рублей. 200 рублей для лапокерма. Ребята, господи. Без сигаром. Беру. Добрый вечер, дорогие друзья, посетители, гости выставки, участники. Начинаем церемонию награждения участников выставки Бансай на выставке Архидеум. Собирайтесь все сюда поближе. Большая серая стойка. Это с другой стороны от еды. Начну с самого маленького дерева нашей сегодняшней выставки. В номинации авторское дерево, то есть это то дерево, которое человек вырастил, сам сформировал, посадил в горшочек, то есть полностью работал с ним с нуля. Побеждает Вячеслав Вельд с его чудесной спироей «Литл принц». Где Слава? Слава. Вручаю тебе диплом. Чудесный горшочек от Игоря Савина. Вот такую книгу, которая будет тебя просвещать, потому что все-таки наше бансайное сообщество призвано продвигать искусство бансай в нашей стране, просвещать людей и рассказывать об этом древнем и классном искусстве. Книга называется «Ваби-саби». Это один из основных эстетических принципов японского искусства. Поздравляю. Большое спасибо тебе за твое дерево. Оно классное. Наши друзья, компания «Ультраэффект», буквально пару лет назад разработала специальный грунт для бансай. То есть это наша совместная разработка, мы придумали рецепт, они это реализуют. На каждом пакетике грунта стоит наш QR-кодик, ведущий на наш сайт. Это грунт для бансай, за который не стыдно. Мы тебе вручаем 2 литра грунта фракции «Медиум», это средняя фракция. Есть еще «Мини», есть еще «Старт» и есть «Макси». Это полноценный грунт для комнатных бансай. Спасибо. Спасибо. Сейчас будет немножко неожиданное награждение. Есть у нас такая номинация «Коллекционное дерево». Что такое коллекционное дерево? Человек приобрел дерево у мастера и содержит его длительное время, формирует, преобразует, поливает, ухаживает, обрезает. И в этой номинации после строгого судейства Паула Претеросси побеждает Юрий Белкин. Причем самое интересное, что когда читаем табличку про вот этот вот шикарный «Десмодиум», написано «Десмодиум горшочек Юрия Белкина». Ну, вручать горшочек Юрию Белкину я не буду, поэтому вручу вот такой шикарный новая модель горшочка, которую выпускает наш друг Иван Жуков и Аттрактив Код. Юра, поздравляю тебя, большое спасибо. Ну и дальше призы не кончаются. Также мы тебе вручаем книгу «Ваби-саби», чтобы ты просвещался и углублялся в искусство бансай. Ты классный художник, керамист и бансаист. Ну и так, старт. А вот старт. Ну и для твоих будущих шедевров мы тебе дарим грунт фракции «Старт» для бансаи от компании «Ультраэффект». По результатам зрительского голосования вот этот шикарный плющ Ирины Есиповой и вот эта шикарная смородина «Красная» Кирилла Соколова разделили, практически разделили первенство. Перевес буквально каких-то вот, ну, два голоса. Причем пересчитали трижды, четырежды. Убедились, кто где и как победил. Начну с утешительного приза. Кирилл, специальный башкирский мед, чтобы подсластить тебе радость твоей кисленькой красной смородины. Поздравляю. Ну и приз зрительских симпатий. В течение двух дней порядка трех или четырех тысяч посетителей голосовало за деревья бансай. Мы все подсчитали и вручаем этот диплом, заслуженно вручаем этот диплом Ирине Есиповой, которая создала действительно уникальный плющ. В такой форме в России это дерево, не побоюсь этого слова, никто никогда и не делал. Специально для поздравления приглашаю Юрия Белкина, потому что он сделал для тебя вот этот классный горшочек и хочет пару слов тебе сказать. Ну что я могу сказать? Дорогие друзья, к сожалению, на это выставки я не смог привести свою керамику, и я только выставил свой бансай. И от своей души я вручаю свой горшочек, как мастер его сделает, за прекрасную работу. Все. Спасибо. Давай. Диплом. Причем это уже у тебя второй диплом. А прошлый был не приз зрительских симпатий? Нет, зрительских симпатий. О, Ирина, у нас дважды его ряд приза зрительских симпатий. Это реально круто. Ира, поздравляю тебя. Спасибо. Дарим тебе мешочек любимого грунта. Ты уже, как он, кстати, нормально? Нормально. Ты его используешь. Спасибо. Книжку. Я знаю, что ты любишь читать. Очень. Очень. Вот специально мы закупили такую книжку, потрогай, какая приятненькая. Спасибо. И очень интересно. Ира, огромное тебе спасибо за большой вклад, реально большой вклад в искусство бонса и в России, в его продвижение, потому что ты один из самых активных членов Старой Гвардии, которые регулярно участвуют в выставках. Поздравляю тебя. Твой плющ уникален. Очередной раз. И теперь я перейду к вручению дипломов участников нашей выставки. По традиции, все, кто участвует в нашей выставке, получают диплом за шикарнейшую нишу токанома, за миниатюрные травы и за такую вот просто бешеную красоту. Где Слава? Ушел? Слава. Слава. Вот тебе еще один дипломчик за то, что ты участвовал в нашей выставке. Не просто как победитель, а как участник. Так, на себя награждать не буду, это Маня Величия. Иван Жуков здесь есть? Ваня. Иди сюда. Так. Ну, Ваня у нас сегодня является официальным представителем Георгия Арестова на нашей выставке. Они привезли два самых огромных дерева. Или три? Три. Три самых огромных дерева. Два огромных дерева нашей выставки. Вот ты передашь Георгию за участие диплом. Большое ему спасибо, хоть он здесь и не появился. Я сейчас поищу, может, и тут тоже есть? Может, есть? Сейчас узнаем. А моих деревьев нет, иначе не могу появиться. Ну, вдруг. Знаешь, какие чудеса бывают? Пощрительные бывают. За вклад в бонсайный мир. Ну, короче, за вклад в бонсайный мир. Большое тебе спасибо. Также Никита Шуклин. Большое спасибо. Ты впервые участвуешь в нашей выставке. Очень рад твоей инициативе побольше бы таких активных участников. Да, мы ждем тебя на следующей выставке обязательно. Осенняя выставка «Орхидеум» будет в сентябре. И на ней будет выставка «Бонсай». Один из самых крупных представителей бонсайного сообщества Александр Александрович Крайник. Сегодня на этой выставке были представлены деревья, которые участвовали в съемках передачи «Утро» на «Россия-1» на втором федеральном канале. То есть это деревья-телезвезды. Большое тебе спасибо, Сан Саныч, за то, что ты доверил нам свою коллекцию отвезти далеко в лес и сделать там съемки. Ира, вот тебе еще диплом участника. Ты не просто победитель, ты участник нашей выставки. Спасибо большое. Ирина Игнатьева. Ирина, огромное спасибо тебе за ту керамику, которую ты показала нам авторскую, и классные деревья. Ты уже не первый раз участвуешь в нашей выставке. Надеемся, что на следующей выставке ты завоюешь призрительских симпатий. Будем ждать от тебя интересного дерева. А Валентина Маркина нет, да? Так, Илья Ирин. Илья – это один из учеников Павла Претеройси на интенсиве по бонсай от Павла Претеройси. И вот он в этот раз участвует, первый раз своим деревом. Он отнекивался, говорил, у меня нет дерева, нет дерева, но нашел маленький, изящный, классный фикус. И этот фикус очень достойно стоял между двумя огромными деревьями и показывал всю красоту малого мира. Поздравляю тебя. Спасибо. Ярослав Осколков. Ну, это самый бородатый бонсаист нашего мира. По-другому не скажу, потому что образ Ярослава вот именно такой. Кепка с бородой у меня запомнился. Ярослав, огромное спасибо за большое хвойное дерево. А столик тоже твой? Да. О, и мощный такой вот брутальный столик. То есть, как во многих видах искусства, образ автора дублируется в его работах. Большое спасибо и поздравляю. Так, Михаила нет. Ну и наш главный камерамен, продюсер, человек, глазами которого мы смотрим на мир бонсаи в Ютубе и вообще где угодно, Кирилл Соколов. Кирилл, твое дерево было на грани победы. В следующий раз, когда будут плоды, привози, оно точно победит. Поздравляю. Смотрите его летом на нашем канале. Подписывайтесь. И вы увидите его просто как с виноградными гроздьями, можно сказать. Да. И отдельный диплом от Паула Претероси вручается за создание оригинальной ниши Токономы. Это те самые квадратные ящички, в которых стоят деревья. Ниши Токономы – это древний японский элемент архитектурный, в котором представляется все самое-самое ценное. И этот диплом вручается Ксении Зубаревой. Лично от Паула. Ого! Поздравляю. Ну что, друзья, большое спасибо. Эта выставка удивила нас во всех абсолютно смыслах. Она просто огромная по посетителям. Она крайне дружелюбная к бонзоистам со стороны организаторов. Мы благодарим Екатерину и Елизавету за создание такой шикарной выставки и за приглашение нашей большой, уже теперь всероссийской студии к участию в этом очень интересном мероприятии. Большое тебе спасибо, Катя. Спасибо большое. Бонзоисты у вас отличные позиции. Супер рады. Вы рады. Вообще, горели вместе. А теперь общие фото бонзоистов вот здесь в проходе. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!